Привет дорогие друзья! Два слова про звук, жаловались на него. Дело в том, что у меня вот такой вот микрофон, вроде бы неплохой, но наверное я вчера что-то забыл с настройками. Если сегодня не стало лучше, значит это дело в помещении, оно относительно большое и относительно пустое, пока я писал дома было вроде бы неплохо. Но я сейчас заказал еще один микрофон, то есть как вы понимаете, блог на стадии формирования находится, я работаю над картинкой, над звуком и прислушиваюсь обязательно ко всему тому, что вы мне пишете. Поэтому будет лучше, несомненно, но нужно немножечко времени. Дебаты о дебатах продолжаются. Напомню краткую предысторию. Порошенко пригласил Зеленского. Зеленский ответил, что если вы перестанете называть меня марионеткой Коломойского, извинитесь и дебаты пройдут на стадионе, то тогда пожалуйста. Порошенко извинился и вроде как согласился на эти дебаты, но потом он дал заднюю и сказал, что нет, в любой другой день, но не 19 числа, потому что 19 числа я должен быть на Суспильном. И пошел сам себя дебатировать 14-го. Вы, наверное, смотрели мой стрим оттуда, если интересно и не смотрели, посмотрите обязательно. Но сейчас Порошенко уже вроде как снова соглашается на эти дебаты. В крайнем случае я вам могу показать вот такое вот приглашение. Значит, вот видите, НСК Олімпийский, 19.00. И читаем основные тезисы. Закликаем прийти прихильников Петра Порошенко и показать, что мы есть, что наш кандидат мае реальную поддержку и что наш выбор сведомий. У связи с посиленными заходами безопасности, глядачі допускаются на стадион за попереднюю реестрацию. Початок дебатів о 19.00. Рамки будут открыты на входе с 16.30. Вход за списками и посвящениями особи. Тут очень важно обратить внимание на это, что в связку с посиленными заходами безопасности, они то есть уже обосновывают наперед, почему они будут пускать именно за попереднюю реестрацию. Это раз. Два. С 16.30 будут открыты рамки на вход. Мы помним, что 14.00 числа Порошенко должен был начать вещать в 14.15. Начал без 15.14, а рамки открылись в 14.00. Как это все происходило по организации, вы можете посмотреть у меня на стриме. Важливо. Для желающих поддерживать нашего кандидата будут организованы безкоштовные автобусы из регионов. Кроме того, 19.04. отбудется автопробег, додай драйву, с каждого областного центра до Киева. Прихильники Порошенко приедут до столицы на власных авто и привезут друзей. Больше информации тут, а также есть вот такая вот анкета. Здесь они должны заполнить призвища имя по Батькове, контактный телефон и откуда они будут ехать. То есть, как мы понимаем, масса этих людей будет связана в Киев достаточно-таки немаленькая. И автобусами их будут везти, и какой-то автопробег еще будет организовываться. Но это не суть. Суть в том, что вход будет за попереднюю реестрацию. То есть, как мы видим, вопрос усложняется. Предлагаю для начала послушать, что об этом говорит Владимир Зеленский, но потом уже сделать какие-то выводы. Я находюсь на НСК Олимпийской. Нет, я не с приводу анализов тут. У нас продолжаются, знаете, что дебаты с приводу дебат. Спочатку все спорачивалися с приводу дати, потом с приводу НСК Олимпийской. Сейчас новые условия команды президента. Значит, что они хотят? Вот мы установим сцену. Они хотят сейчас завести другую сцену. Де ви бачили дебаты у света, ось на этом месте, где вы бачили, скажите мне, будь ласка, как вы выявляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей. Далее. Вот тут у нас будет фан-зона. Как мы сказали, вольный доступ для всех граждан Украины. Ні, каже команда президента. Они хотят снова разделить на их прихильников и на наших. Наши прихильники, всі граждане Украины. Тому, бачите, снова делят наших людей. Мы не будем изменять нашу умову. Они против вольного доступа людей. А для нас это главная умова. Тому, дебаты 2019, 19 квитня, о 19-й, вольный доступ. Розповсюджение квитков начинается прямо сейчас. На сайте. Дебаты2019.org.ua Сайт дебаты 2019.org.ua Захожу каждые полчаса. Пытаюсь зарегистрироваться, пытаюсь заказать эти билеты. Пока что у меня сделать этого не получается. Есть ощущение, что сайт реально висит. Что первым делом приходит мне в голову, говорю вам как на духу. Во-первых, попытаться еще раз зарегистрироваться здесь. Во-вторых, зарегистрироваться в этой анкетке, которую скидывает нам Петр Алексеевич. И это не важно, что мы не за Петра Алексеевича. Важно, что нам нужно попасть на стадион. Кстати, я уже говорил, что буду стримить оттуда и ранее, чем в 16.00, и в 17.00, и в 18.00, и в 19.00. Уже полностью выходим в эфир для того, чтобы показать всю картинку. Поэтому, если кто-то хочет составить кампанию, и люди некоторые писали в комментариях, пожалуйста, пишите в комментариях далее под этими стримами, и мы где-то там состыкуемся. На данный момент я просто говорю, что я думаю для того, чтобы просто как-то попасть на этот стадион. Потому что у меня создается ощущение, что творится какой-то полный хаос. У меня создается такое ощущение, что туда попадут, скорее всего, только зарегистрированные через Петра Алексеевича. И реально сторонники Владимира Зеленского попасть туда не смогут, или им будет каким-то образом ограничен доступ. Сильно надеюсь, что эта ситуация завтра прояснится, и выскажу завтра все, что я по этому поводу думаю. Ну, а вы, если узнаете что-то новое, тоже обязательно делитесь этим в комментариях. На данный момент я хотел бы еще обратить внимание на две новости. Участковые избирательные комиссии полностью укомплектованы перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. По этому поводу были вопросы, люди спрашивали, просили высказать мое мнение. Мнений я не высказывал, поскольку информации было достаточно мало. Но на данный момент факт остается фактом. Центральные избирательные комиссии укомплектованы на 100%. И тот слух о том, что Петр Алексеевич якобы решил не додать своих кандидатов и таким образом сорвать выборы, он остался слухом. Хотя, возможно, он был небеспочвенным. Но ввиду того, что его начали активно обсуждать различные средства массовой информации и популярные блогеры, возможно, он в очередной раз решил дать заднюю и дать своих членов для избиркома. Так или иначе, факт есть факт. Ну и вот еще один момент. Я уже говорил, в общем-то, что Лукаш и Портнов никакого отношения к команде Зеленского не имеют. На данный момент это официально подтвердил в эфире «Свобода слова» член штаба Зеленского Александр Данилюк. Сказал он конкретно следующее. Ни одного отношения к Зе-команде эти люди не имеют. Понятно, что сейчас много кто комментирует события в Украине. Ход предвыборной кампании все-таки. Абсолютно понятно, что эти две личности очень активно выступают против Петра Порошенко, но абсолютно не означает, что они являются командой Зе. На самом деле это абсолютно разные вещи. Сейчас общество разделено, и оно разделено именно действиями действующей власти. К сожалению, это так, заявил Данилюк. При этом социологические опросы показывают, что людям дебаты уже в общем-то и не важны. В любом случае 70 на 30 в пользу Зеленского. Но у меня есть ощущение, что на этих дебатах на стадионе готовится что-то масштабное. И более всего я боюсь каких-то провокаций, массовых стычек, поэтому даже не возьму на себя такую ответственность или смелость приглашать кого-то на стадион. Да и Зеленскому, как мне кажется, стоит позаботиться о своей безопасности максимально. В любом случае, есть у нас еще завтрашний день, для того, чтобы эта ситуация как-то прояснилась. Если узнаете что-то новое, пишите обязательно в комментариях. Возможно все не просто изменится, а изменится в корне, потому что меняется оно у нас ежедневно. Такое тоже может быть. Так или иначе, если дебаты такие не отменят, я там буду в том районе около 15.00, поэтому возможно спишемся, возможно увидимся. Ну и до завтра, друзья. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok